Итак, друзья, всех приветствую! Снимаем краткий обзор на фермовые конструкции, а точнее на конкретные элементы фермовых конструкций. Применяются эти фермы достаточно широко в ивент-индустрии именно. Из них собирают как и целые сцены с крыши, так и просто задники на сцену. То есть на задней части сцены P-образная конструкция из таких ферм, где подвешивается световое оборудование посередине, часто натягивается от баннер. Также часто из таких, вот именно из подобного плана элементов, вот, допустим, квадратные фермы, из них часто собирают тотемы, тоже на мероприятиях популярны. Наверное, знаете, что это такое, когда основание часто круглое, стальное, тяжелое, чем больше диаметр этого круга, тем лучше, то есть устойчивый тотем получается, на это основание крепится вот ферма, метровая, полтора-два метра, кому как нужно на площадке. И сверху тоже площадка, квадратная уже поменьше, и на эту площадку уже устанавливается, крепится световой прибор, ну, какая-нибудь голова, спот, бим, что-нибудь в этом роде. И все, и получается достаточно красиво и практично. Популярность свою эти фермы получили за счет того, что, во-первых, они достаточно прочные, то есть не уступают стали, металлу, железу точнее, по свойствам, и в то же время гораздо легче, то есть при перевозках и транспортировке, ну, даже вот эта метровая, на вид, достаточно громоздкая большая ферма, поднять ее достаточно легко, так как все это выполнено из алюминия, вот. Ну, и выглядят достаточно симпатично. Поэтому и получили эти фермовые конструкции, такую вот широкую, такую большую популярность на праздниках, на мероприятиях. Часто спрашивают, с чем именно вот эти фермы. Сразу оговорюсь, эти фермы привезены из Китая, то есть из китайского завода. И вот в связи с этим рождается вопрос, с какими именитыми брендами, то есть известными брендами, которые выпускают такие же фермы, можно коннектить, соединять вот именно эти фермы. Ответ на этот вопрос я не знаю, потому что сравнивать не с чем. Нету под рукой и какого-то бренда ферму, который выпускает фермы, и поэтому не могу судить. Я могу лишь сделать четкие размеры, штанель циркулем замерить сей диаметр, внутренний, наружний, межосевое расстояние труб. А вы уже посмотрите и поймете, можно ли соединять с тем, что, допустим, у вас уже есть какие-то фермы от известных брендов. А по поводу конкретно этих китайских ферм, ну, что могу сказать по качеству, ну, я не могу судить, потому что, еще раз говорю, мне сравнивать не с чем, но на вот непрофессиональным взглядом, если даже посмотреть, то могу сказать то, что сварка, на мой взгляд, ну, неплохая, то есть нет каких-то пропусков, нету каких-то свисающих капель, достаточно неплохо сварено. Между собой соединяются фермы, ну, тоже достаточно неплохо. Нужно, конечно, молотком немножко подстучать, но, наверное, и у именитых брендов это тоже самое, мне кажется. Вот, соединяются эти фермы между собой вот такими коннекторами, коннектор, полуконнектор, палец, шплинт. Целый коннектор нужен для того, чтобы, допустим, соединить одну ферму с другой или соединить угол с фермой и повернуть, получается, конструкцию. Кстати, насчет угла. Вместо угла часто используют куб. Он выглядит вот так. Да, вот так он выглядит. Часто используют место вот каких-то таких углов. Куб, он более универсальный, то есть, если обычным углом 90 градусов можно ферму просто повернуть в одну сторону, то, когда устанавливаем куб, можно эту фермовую конструкцию разнести в разные стороны, то есть, дополнительно, в пять сторон еще можно пустить другие фермы. Вот. Полуконнекторы, ну, они служат обычно для того, чтобы ферму соединить, допустим, с той рисованной площадкой для тотема. То есть, крепится вот резьба здесь к плоскости болтом, а потом устанавливается ферма. Ну и конусный палец. Наверное, тоже уже объяснять не нужно. Соединяется сюда, просовывается и всовывается шпринт для подстраховки. Вот, в принципе, все. Элементов бывает много, то есть, они разные все. И бывает разного размера. Вот эти 50 миллиметров диаметра трубы бывает 40, меньше, больше. Межосевое, то есть, размеры вот здесь между осями примерно 24 сантиметра, а бывает чуть меньше. Ну, в общем, размеров бывает достаточно много, как и элементов. Бывает вот 90 градусов угол, бывает, насколько я помню, под 45, если не ошибаюсь. А, 180, ну, в общем, разные. Именно такие фермы и конструкции вряд ли мы будем держать в наличии. Скорее всего, все это будет под заказ, потому что склад нам не позволит держать такое большое наименование. и видов конструкции, поэтому скорее всего, под заказ. Это у нас пришли тестовые образцы вот для этого обзора. Если какие-то вопросы есть, то пока они в наличии, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok